Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 18 мая, представляю вашему вниманию торговый план на неделю по канадскому доллару и нефти марки Brent. В этих инструментах сейчас назревает ключевой момент, когда текущие тренды могут быть остановлены и начаться коррекция старшего порядка. Вероятно, экстремумы уже недалеко и после еще одной волны, скорее всего, может начаться среднесрочный разворот. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот перед нами канадский доллар, который начал реализовывать ожидаемый сценарий, укрепившись к новым минимумам, однако пока до целевой области добраться не смог. При этом пара сначала отработала коррекцию в районе уровня 1.2189, где ожидалось сопротивление и после успешного отскока от него продолжила движение вниз. Достижение целевой области в этом плане, вероятно, является лишь вопросом времени. Считать реализованным данный сценарий пока что нельзя. Цена остановилась в нескольких пунктах от края целевой области. Тем не менее, перед возможным разворотом пара, вероятно, обновит текущий минимум в рамках еще одной нисходящей волны. И вот, собственно, на актуальном графике сейчас пара образовала очередной минимум, который является многолетним минимумом. Судя по движению цены, вполне можно ожидать локальную коррекцию с пределом в районе уровня 1.2079, где предполагается сопротивление. В случае ретеста и отскока из этой зоны, пара может возобновить снижение к локальным минимумам с целевой областью между 1.2000 и 1.1963. Отмена текущего сценария состоится в случае роста и закрепления цены выше разворотного уровня на 1.2147. И вот нефть марки Brent также подросла в рамках основного сценария, однако отработать целевую область также не удалось. Взятого разгона в импульсе не хватило для достижения этой высоты. В итоге котировки остановились буквально в нескольких пунктах от нижней границы цели. При этом котировки сначала ушли ниже поддержки на 68.42 и остановились у разворотного уровня на 67.29, откуда после отскока снова начали расти, остановившись в нескольких пунктах от края целевой области. Текущее нарушение сигнальных уровней с последующим ростом оставил сценарий на прежней траектории. Визуально котировки нефти, конечно же, находятся в фазе флета, по окончании которого можно ожидать еще одну восходящую волну с обновлением последнего минимума. И вот на актуальном графике основным подтверждением может стать пробой уровня 70-65, который выступает сопротивлением и уже довольно долгое время не пускает цену выше. До этого момента перспективы роста остаются под достаточно серьезным вопросом, но перед этим котировки могут скорректироваться до уровня 69.93, выступающей в данный момент поддержкой, способной совершить отскок из этого района и станет определять перспективу дальнейшего роста, который нацелится уже в область между 71.60 и 72.25. А вот отмена текущего сценария состоится в случае прохода в область ниже разворотного уровня на 68.42. Ну и на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмио. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.